Привет! Хочу прочитать вам еще один рассказ из серии Иши Коку, называется Рыба. Париж. Пахнет жареными каштанами и хорошим сыром. Не тофу, конечно, но и не хуже. Иши гулял по Монпарнасу, обернулся к Эфелевой башне. Каждый раз, приезжая в Париж, Иши обязательно проходил мимо башни. Да, господин Китана, кивал Иши, говоря по телефону. Нет, не тот. Но один в один. Нет, если их рядом положить, вы не отличите их. Это будет в 10 раз дороже, господин. Понял, господин Китана, скомкал губы Иши и сломал телефон пополам. Иши смотрел на зеркальную гладь бронированного стекла, за которым, как в глубине озера, лежал горный хрусталь. Рыба. Алмаз Смирнов ехал на красивом мерении с большими глазами. Он напарфюмился вместе с конем, хорошим одеколоном. Купил его у какого-то Генуэ на дороге, за сущий грошин. Парень был, конечно, неряшливый, но запах хороший продавал, с нотками цитруса. Начищенные до ослепления латы, розовое свежее перо, длинный развивающийся шарф, рюшечки, заклепушечки, веревочки какие-то. И все в камнях, да в платине. Золото алмаз не любил. Но вся эта помпа хорошо выглядела только издалека. Алмаз Смирнов на самом деле неприятный человек. Глубоко посажены малюсенькие черненькие глазки, сморщенный рот, похожий на дырку в простыне. Во рту, обрамленным очень тонкой полоской губ, прозрачные, как медузы, плохие зубы. Голову алмаз держал низко, близко к плечам, будто боялся подзатыльника. В общем, такой неприятный человек, что и вспомнить противно. Но при всем при этом богат, как крест. Тут уж нечего сказать, что есть, то есть. Не пойду за него, лучше в Тибет уйду, закричала принцесса. Я знаю, он некрасив и немолод. И знаешь, а ну вас всех. Ну, Бранко, ну, милая, прошу тебя, гналась за ней королева, расталкивая ленивых фролинь. Алмаз Смирнов топтался в тронном зале, где все это было отлично слышно. Он покраснел и насупился. Бранко передумает, выдохнул король, пытаясь не слишком громко говорить. Эхо в зале было таким, что если разойдется, то можно комнату менять. Может, покушаем лучше, чем скучать? Почему нет, улыбнулся Алмаз нешироко. Почему бы и нет, ваше величество? Непонятно, что они там делали целую неделю с принцессой Бранкой, но она, наконец, согласилась на аудиенцию. Алмаз сидел в музыкальной комнате возле арфы, скромно положив руки на колени и разглядывал свои бордовые, дорогущие перчатки из нежнейшей кожи. Часов тогда еще не было, и он достал из кармана табакерку, открыл ее, посмотрел, сколько в ней табака и убрал обратно. Дверь распахнулась, когда глаза Алмаза уже начали слепаться. Она шла дерзко. Высоко подняв голову, туфли топтали полированные полы, точно желая наделать в нем дырок. Алмаз скачал, используя всю свою прыть, какую нашел. Повернулся к ней лицом и попытался изобразить самую неуродливую улыбку, какую мог. Он довольно тренировался. «Какие у вас духи!» Несмотря в лицо, заметила Бранко. «Очень изящно пахнут!» «Спасибо, госпожа Бранко!» Задыхался Алмаз. Он обалдел от ее красоты, от ее розовых щек, свежести и неприступной гордости. «О, как бы я любил тебя, прекрасная Бранко!» «Я бы всего себя отдал твоим!» «Нет, я не выйду за вас!» «Вы противны мне!» Смотря прямо в малюсенькие глазки, жестко хлестала Бранко. «Вы мне отвратительны!» «Лучше пускай меня волки растерзают!» «Не тешьте себя иллюзиями!» «Вы уродливые старые!» «Я никогда не стану вашей!» Бранко посмотрела на него жестоко, сделала губы домиком, развернулась и вышла. Алмаз скомкался на полу и зарыдал так, что слуги захлопнули двери. Наверное, он и сам бы не смог объяснить, что произошло. Скорее всего, он полюбил. В первый раз в жизни полюбил по-настоящему. Спустя час он мокрый, красный, выскочил из замка, сбросил белый шарф, перчатки, шлем с розовым пером, сильно сел намеренно и припустил так, что тот подкову потерял. Через какое-то время. Чем выше в гора поднимался Алмаз, тем слабее делался. Что-то там связанное с давлением. Он шел и шел, и чем выше, тем чаще присаживался. Гора, конечно, не Эверест, но довольно высокая. Наконец, горное озеро, буддийский храм. «Вот он, мой новый дом!» – улыбнулся Алмаз. «Я уже чувствую себя обновленным!» Он бежал к храму, как на крыльях. «Вот же храм, рукой подать!» Но силы быстро иссякли, и Алмаз пошел поспокойней. Храм, оказывается, вовсе не так близко, как ему показалось в начале. Скорее всего, это из-за воздуха объяснял себя Алмаз. Это как в пустыне или как в степи, например. Воздух – не воздух, но ему даже пришлось разбить лагерь на ночь. «Завтра уже приду!» – обнял себя Алмаз, ложась на ночь. Весь следующий день он тоже потратил на час-час-час, но храм вроде бы приблизился. Или не приблизился? Опять лагерь пришлось разбить. И следующий день ушел на час-час-час. «Не, не буду останавливаться на ночь!» – решил обмануть время Алмаз. «Пойду на свет фонариков!» Храм очень красиво светился желтыми фонариками в звездной ночи. «Ну вот же, ближе он!» – полусонно заметил Алмаз. Цветало. Алмаз почувствовал, что силы его покидают. Ноги окоченели, ступни все горели от ходьбы. «Не, лучше я посплю. Завтра уже точно дойду во сне. В первый день, когда я бежал, храм был ближе всего, кажется. Может быть, все дело в левитации. Нужно, чтобы обе ноги были оторваны от земли, и тогда я смогу добраться до храма?» Утром он поразбросал все тяжелое и все, что может мешать. Затем стянул ремнем обе ноги вместе и прыгнул. Затем еще и еще и еще. Храм вроде как приблизился. Спустя час он проделал уже половину пути. Поясница и лодыжка горели. Он запыхался. «Ну ничего, ничего, вот же он уже!» Через час храм стоял совсем близко. Алмаз буквально выл от усталости. «Да, так тоже можно!» А еще на руках ходят. Если руки сильные, конечно, вышел к нему монах. Алмаз упал на крыльцо храма без чувств, но с блаженной улыбкой победы на лице. Неделю спал алмаз. Просыпался, наедался, наевшись, засыпал. Монах висел в воздухе возле статуи Будды. Он смотрел прямо. «Господин Дорджо!» Заглянул в молебню алмаз. «Чувствую себя, как после полета в космос!» «Присядь!» «Налей себе чаю!» «Я сейчас!» Сказал Дорджо, не оборачиваясь. Алмаз сел на крыльце за чайным столиком и налил себе чуть теплого желтенького чаю. Алмаз подробно описал во всех подробностях свою сложную ситуацию и что он больше ничего не хочет, кроме принцессы Бранки. «Я знаю, что ты ищешь покоя, но очень хорошо, что ты знаешь, чего хочешь», — раскусил орешек Дорджо. Орехи и сладости алмаз принес с собой. Ему сказали, что Дорджо любит. «Но помочь себе можешь только ты сам, а я скажу тебе, что делать», — продолжал монах. Алмаз взял лодку осторожно, стараясь не шебуршить водную гладь, выплыл на середину озера, сбросил с себя оранжевое покрывало и прыгнул в кристально чистую воду озера. Вода обжигала своим холодом, от плеч шел пар, алмаз глубоко дышал, наполняя себя воздухом про запас. «Ладно, я сделаю это», — подумал алмаз, глубоко вдохнул и нырнул. Ледяная вода на поверхности, оказывается, была теплым. Чем глубже он погружался, тем в студионе она остановилась. «Согреюсь и еще раз попробую», — запаниковал алмаз, залезая в лодку. Он нырял и нырял и нырял. В какой-то момент он, кажется, различил очертания дна. На следующий день он еще раз пробовал и снова видел дно, теперь четче, но все еще далеко. «Воздух не дает тебе погрузиться. Когда снова увидишь дно, выдохни весь воздух», — подметая крыльцо, — подсказывал Дорджо. «И вот еще одна хитрость. Натри себя вот этим ореховым маслом. Оно сделает тебя скользким, как рыба, и даст тебе еще времени». «Хорошо, Дорджо», — грустил алмаз. «Выше нос ты увидел дно. Это огромная победа», — потрогал Дорджо алмаза за плечо. «Да тебя многие пытались, но и половины твоего пути не проделали. Похоже, ты действительно сильно любишь Бланку». «Бранка, принцесса Бранка», — отвязывая лодку, вздохнул алмаз. «Спасибо за масло». Алмаз натерся ореховым маслом, несколько минут глубоко душал, успокоил и отбросил все сомнения, и плюхнулся в воду. Все глубже и глубже, быстрее и быстрее. Вот дно заметило начертание. «Была, не была!» — алмаз выдохнул весь воздух. Сопротерление воды сразу исчезло, и он оказался у самого дна. Миряды кристаллов хрусталя устилали дно, сверкая, искряясь, переливаясь. И маня, время застыло. Алмаз никак не мог выбрать. С собой можно взять только один, иначе не выплать. Один из кристаллов хрусталя сверкнул по-особому, и алмаз, не задумываясь, схватил его, как хватает хищная рыба-блесну. «На поверхность! Скорее на поверхность!» Равномерно работая всем телом, алмаз «фу!» — выпустил фонтан пара. Всплыл алмаз. «Я это сделал! Я победил!» Дорджо ждал его на крыльце, потирая нос. Алмаз проиграл ему вчера платиновую табакерку в маджонг. «Ты хорош!» — рассмеялся монах. «Ты рыба! Настоящая рыба!» Прошло три дня. «Обратно от храма можно уйти только спиной вперед!» — прокричал Дорджо Алмазу, когда ему надоело наблюдать за бесконечно упрыгивающим гостем. «Спасибо, Дорджо! Я к тебе еще зайду! Вернее, запрыгну как-нибудь!» Слава Будде, прекрасную бланку не успели выдать, пока алмаз гулял по Тибеду. Он оделся заново, в этот раз еще больше платины, еще больше камней и даже меренно подковал алмазными гвоздями. Новое роскошное зеленое перо играло на сияющем шлеме. Шарф из золотистого шелка шалепался на ветру. Алмаз вылил на себя остатки генуевского цитрусового парфюма. И снова тронный зал, и снова крики, и беготня, и снова неделя ожидания. В этот раз алмаз не стал садиться возле арфы, а стоял, боясь проспать ответственный момент. Принцесса шла надменно и молча, похоже, не собираясь говорить. Алмаз еще раз обалдел, живая здесь, настоящая, какая фигура, какое нежное лицо. Вы в прошлый раз рыдали, не здороваясь нагрубила Буранка. Как можно, мужчине? Милая Бранка, у меня для вас подарок, протянул алмаз белоснежную шикотулку из слоновой кости. Я ни о чем вас больше не прошу, только примите его в знак моей любви к вам. Бранка знала, что это нечто очень ценное. Алмаз Смирнов был богат, богат как крест. Ах да, я говорил. Принцесса взяла шикотулку. Она выглядела в этот момент, как любопытный ребенок, добравшийся до новых игрушек. Что это? Открывая шикотулку, произнесла она. Искрыки солнца рассеялись от хрусталя. Это алмаз? Какой чистый, прозрачный льда! Взяла она хрусталь в руку. Посмотрите сквозь него, скромно предложил алмаз, захваченный любопытством принцессе. Принцесса поднесла камень к глазу и обалдела. Цвета в комнате стали ярче, пестрые, насыщенные. Вдруг она увидела руки алмаза. Какие изящные, крепкие руки! Она подняла камень выше, перед ней стоял великолепный, красивый мужчина, сильно статный и одетый, как холеный француз. А запах генуевских духов! Ах, боже мой! Да, да, я стану вашим, мой милый, прекрасный алмаз! Закричала она в нетерпении. Завтра! Нет, сегодня! Сейчас! Свадьбу сыграли через неделю. Нужно было собрать всех гостей, наготовить еды. Алмаз и Бранко смотрелись самыми счастливыми на земле, а на груди принцессы сиял горный хрусталь. И я там был в фиолетовом пиджаке, и на крахмаленном парике напитки подносил. Раздался взрыв! Послышались звуки приближающейся полиции, и Шикоку выскочил из Лувра, сел на Ямаху и учался в ночь. Конец.